Во Олимине Жандоса в Алматинской области возрождают древние традиции. Шорных дел мастер Ирскалер Ахметулы учит молодежь изготавливать седла для лошадей. Конские убранства, созданные их руками, пользуются большим спросом у туристов. Так местные жители и наследие предков сохраняют и достойно зарабатывают. Подробнее в нашем материале. Мода распространяется и на седла. Она диктует свои правила. Вот сейчас, к примеру, большой спрос на седла без так называемого носа. Я их тоже умею делать. Этому ремеслою Раскалер Ахметулы научился у отца, тот у деда. Корни уходят вглубь истории. Предки одомашнили лошадь, создали культ и тысячи мифов. И не меньшее значение всегда имела амуниция коня, особенно седло. Оно не должно ограничивать движение скакуна или доставлять боль. Важно соблюсти ширину луки и угол ленчика. Все эти знания мастер накапливал почти 20 лет. За это время он изготовил несколько сот седел с неповторяющимся дизайном, стилизованными тюркскими узорами. Одному сложно справиться с таким объемом. Мне всегда старший сын помогал. Но в последнее время он влекся изготовлением музыкальных инструментов, домбры и кобыза. Теперь вся надежда на младшего. Изготавливать собранство лошади Раскали учит не только своих сыновей. Почти вся молодежь аула приходит к нему за опытом. Называют учителем. А это большая ответственность – передавать младшим поколениям наследие предков. Это казахское седло. Большого мастерства требует. Наверное, к лету научишься его изготавливать. Седло Раскали сейчас пользуется большим спросом в соседних регионах и у туристов. Иногда он едва успевает выполнить заказ. И в таких случаях к нему на подмогу приходят ученики. И руку набивают, и зарабатывают на этом. К примеру, только один такой набор стоит около полумиллиона тенге.